Добрый день! Это сводка от сайта 22 век из Бердивайсес. В понедельник закончилась Нобелевская неделя. Названы лауреаты одной из наиболее престижных международных премий. В области медицины Нобелевскую премию получили Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С. В мире больше 70 миллионов человек страдают этой инфекцией, ежегодно больше 300 тысяч от нее умирают. Открытие возбудителя – важнейший шаг в борьбе с нею. Половину премии по физике вручили Роджеру Пенроузу за открытие того, что образование черных дыр является прямым предсказанием общей теории относительности. Вторую половину поделили Райнхард Генцель и Андреа Гесс за открытие сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Изучение черных дыр приближает нас к пониманию основ мира. Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна стали лауреатами в области химии за развитие метода редактирования генома. Метод CRISPR-Cas9, над которым они работали, теперь один из основных инструментов, с помощью которого ученые редактируют ДНК организмов с самыми разными целями – от медицинских до сельскохозяйственных. Премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк. Этот выбор вы можете легко оценить сами, сборник ее стихов «Дикий ирис» выходил на русском. Премию мира присудили всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом. И, наконец, премию по экономике шведский банк отдал Полу Милгрому и Роберту Уилсону, внесшим большой вклад в теорию аукционов и изобретение их новых форматов. Бытует мнение, что эта теория – важная часть современной экономической науки, делающая экономику более гибкой и универсальной. На этом все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok